Поэтому можно считать, что их вообще нет. Что касается AMD, то у них, как мы и сказали, все платы поддерживают разгон, а значит жестких ограничений нет. Однако это не значит, что ограничений нет совсем. Просто они зависят от того, какая у вас конкретно материнская плата и какой конкретно процессор. Например, дешевая плата на чипсете A320 с процессором второго поколения поддерживает максимум 3200 МГц. В то время как более дорогая плата на чипсете A570 с тем же процессором имеет поддержку частот вплоть до 3600. Но с процессором более новым, третьего поколения, вообще до 4600 МГц. Вот такие вот дела. Также помимо этого, платы отличаются QVL листами, или по-русски листами совместимости. Дело в том, что в процессе разработки платы, производитель тестирует на ней определенные модели оперативной памяти. То, что протестировано, совместимо и гарантированно будет работать, попадает в QVL лист. Его можно найти на сайте любой платы и проверить, были ли протестированы те или иные модули, которые вы планируете покупать. Правда, тут дается необыденное название памяти, к которому многие из вас привыкли, на полные цифрино-буквенные. Его обычно можно найти как в характеристиках памяти на ее официальном сайте, так и в любом интернет-магазине. Так что это не составит труда. Да, кстати, если кому-то интересно, что значит цифры и буквы, то в описании я оставлю ссылочку на один полезный ресурс, там вы найдете всю нужную информацию. Но сразу скажу, что полезной информации в этом названии в целом не содержится, или содержится очень мало. Что же касается нашего QVL листа, то в нем производитель указывает обычно, на какой частоте данная память тестировалась с платой, и также какое количество модулей тестировалось на работоспособность – один, два или сразу четыре. К слову, такие же листы совместимости есть на сайтах некоторых производителей памяти, где вы можете тоже посмотреть, с какими платами данная память совместила. Правда, и тут есть нюансы. Во-первых, то, что у какого-то комплекта нет в QVL листе платы, вовсе не значит, что он с ней не будет работать или будет работать криво. Нет, все может быть и хорошо, но никто вам этого не гарантирует. Во-вторых, то, что память есть в QVL листе, дает вам, скажем, 95% гарантию, что все будет хорошо. Но на практике бывают прецеденты. Также разные версии BIOS-оплаты, то бишь разные версии ее прошивки, могут влиять как на разгон памяти, так и на ее совместимость. Причем на практике не всегда у новых прошивок дела обстоят лучше, чем у старых. Ну и последнее. Некоторые платы имеют несколько QVL листов, в зависимости от того, процессор какого поколения будет установлен в плату. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Также материнки отличаются количеством каналов памяти. Многие путают количество разъемов под память и количество каналов памяти, думая, что это одно и то же, и что поставив два модуля, они получат двухканальный режим, а четыре модуля, ну, наверное, четырехканальный режим, буквально на любой плате. Но это на самом деле далеко не так. И для понимания я постараюсь объяснить вам, что это и зачем нам это надо. Итак, все платы отличаются количеством разъемов, то бишь, слотов под оперативную память. Платы потребительского мейнстрим-сегмента имеют обычно максимум четыре слота, в редких случаях два. У AMD к мейнстриму относятся процессоры FX и Ryzen 1-4 поколения. И платы под них на сокетах AM3 Plus и AM4 соответственно. Да, для справки, поколение процессора – это первая цифра в его названии. У Intel G Mainstream это процессоры Intel Core и Pentium, и соответствующие им материнские платы на сокетах 1200, 1151, 1150 и так далее. У них их на самом деле много. Также есть сегмент для энтузиастов, часто его называют High-End Desktop. У AMD он представлен процессорами с Red Reaper под сокет ТР4 и Стрэйч 4. У Intel процессорами Intel Core с буковкой X в конце, на сокетах 2011 и 2066. Да, это те самые огромные процессоры, с дохрена ядер, за дохрена денег, под узкие задачи. Их используют для профессиональной работы и для игру, как их берут обычно очень редко. И под данные процессоры есть огромные материнские платы. У них обычно 8 слотов под оперативную память и в очень редких случаях лишь 4. Мы же для начала рассмотрим то, что ближе нам, а именно плату потребительского мейнстрим-сегмента лишь с 4 разъемами под оперативку. В данных платах связь между модулями памяти и процессором осуществляется за счет специальных шин или по-другому каналов. Каналов всего два, каждый идет в паре разъемов, поэтому в таких платах при установке одного модуля, куда бы вы его ни воткнули, вы будете задействовать максимум одноканал. Это называется одноканальным режимом. Если модуля два, то если установить их правильно, то вы получите двуканальный режим, когда связь с процессором будет идти по двум каналам. Если установить неправильно, не по инструкции, то получите одноканальный режим или вообще получите черный экран, ибо материнка начнет брыкаться на неправильную установку. Как вы видите, хоть мы установим два модуля, хоть четыре, от этого количества каналов у нас больше двух не станет. Поэтому данные материнские платы поддерживают максимум двуканальный режим работы с памятью. Никакого четырехканального режима у них никогда не будет. Но это, друзья, так называемый потребительский мейнстрим-сегмент. В сегменте же для энтузиастов, как мы и сказали, может быть до восьми разъемов под память и до четырех каналов. Тем самым при установке двух модулей будем иметь двух канал, трех модулей трех канал, четырех-четырех канал, ну а восьми модулей опять-таки четырех канал, ибо больше уплаты просто нет. Но я уже предвкушаю самый актуальный для вас вопрос, а зачем все эти каналы нужны? Все очень просто. Чем больше каналов для связи с процессором, тем в теории быстрее работает память, поскольку модули памяти работают как бы параллельно друг к другу. Быстрее осуществляются памятью операции чтения, записи и копирования. Разница в скоростях между двух- и четырехканальными режимами видна обычно налицо. Вопрос лишь в том, что для повседневных задач игр два канала более чем достаточно. Трех- и четырехканальные режимы в играх дают очень мало, и добиться прироста от них удается лишь в узких специализированных задачах. Опять-таки поскольку и платы с процессорами, поддерживающие данные режимы, сделаны под узкие специализированные задачи для энтузиастов. Стоят они, как вы понимаете, тоже намного дороже обычных. Делать же одноканал, то есть ставить один модуль памяти, не стоит, ибо это существенно сказывается на нормальной работе. Вызывает фризы и лаги в играх и повседневных задачах. Ставить нечетное число модулей, тоже идея плохая, ибо часть из них будет работать с двухканалем, а один нечетный будет как король и пятая нога, лишь мешать. Вот как-то так, друзья. Ну, спросите, ну ладно, я определил, что плата у меня имеет максимум два канала, так есть ли разница, все-таки два модуля купить или четыре? Небольшая разница на самом деле есть, и она связана с таким понятием, как топология платы. Как вы поняли, каждые два модуля подсоединены у нас к одному каналу, и топология это как раз-таки то, как они соединены. Тут обычно выделяют два варианта. Это соединение идет вот так вот в виде буквы Т, ее называют Т-топология, и вот так вот последовательно. Это называется Daisy Chain. Платы с топологией Daisy лучше работают, когда воткнуты лишь два модуля памяти из четырех возможных, и хуже с четырьмя. Платы с Т-топологией лучше работают с четырьмя, и хуже с двумя. Лучше работают, значит, что могут достигать больше частот при ручном разгоне, и легче запускаются частоты, заявленные на коробке. Память на Daisy в целом гонится лучше, чем на Т-топологии. Отдельным особняком стоят платы лишь двумя разъемами под оперативную память, которые вообще не парятся по поводу топологии, где каждый слот под память соединен напрямую с одним каналом. Они считаются чемпионами в плане разгона и совместимости. Но что касается плат для энтузиастов, то есть High-End Desktop, то для них правила в принципе те же. Daisy работают лучше с четырьмя модулями из восьми, и, соответственно, платы на Т-топологии лучше работают с восьми модулями из восьми возможных. Но, честно говоря, платы с Т-топологией среди данного сегмента плат я вообще не встречал. Что касается производителей, то они редко указывают топологию своих плат. Однако ее на самом деле очень легко определить. Для этого нам пригодится уже упомянутый QVL лист совместимости. Заходим в него и смотрим на память самыми высокими частотами, которые проверял производитель. Если она тестировалась в четырехмодульном исполнении, значит плата имеет Т-топологию. Если в двухмодульном, то, скорее всего, Дэйзи. Изи-бризи. Однако многие сходятся в том, что топология оказывает существенное влияние, лишь когда мы говорим о работе памяти на частотах свыше 3800 МГц. На меньших частотах ее влияние, можно сказать, что ничтожно, и обращать на него внимания в принципе не следует. Ну и помимо материнской платы, последним фактором, влияющим на выбор оперативной памяти, является также установленный в эту материнскую плату процессор. Итак, мы говорили, что материнка накладывает определенные ограничения на максимальную частоту памяти, которую вы можете установить. Но контроллер памяти, находящийся в процессоре, непосредственно осуществляющий взаимодействие с этой самой памятью, на практике также может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте оперативки. Короче, по-русски, не с каждым процессором память даже в 3600 МГц запустится и будет работать, даже если ваша материнская плата такое и позволяет. И нет, друзья, речь не о тех цифрах, которые многие из вас видели в официальной спецификации на процессоры. Вообще, заглядывать в официальную спецификацию процессоров я вам не советую. Ответов на свои вопросы или полезные информации вы там точно не найдете, ибо спецификацию нужно уметь читать. Все цифры, что указаны в ней по поводу оперативной памяти, лишь гарантированные режимы работы контроллера памяти, но никак не предельные. Каковы же предельные частоты на практике? В случае Ryzen 1-2 поколения предельная частота памяти ограничивалась лимитом в 3600 МГц.